Что можно добавить? Наш родной мировой океан, чьи волны плещутся прямо у наших ног, как это ни парадоксально, изучен даже меньше, чем космос. Вы только вдумайтесь, на орбите побывали уже сотни людей. Наши корабли колесят по другим планетам, а в океан на глубину всего-то 6 километров опускались лишь единицы. Между тем учёные убеждены, главные тайны нашей цивилизации спрятаны именно там. В сенсационную гипотезу выдвинули археологи. Они утверждают, что на нашей планете много тысяч лет назад была ядерная война. Кто и с кем воевал в древности, используя энергию атома? Об этом в нашем доисторическом проекте «Битва древних королей». Круги на полях. Что это такое? Провокации шутников или космические послания? Почему учёным никак не удаётся их расшифровать? И что будет, если когда-нибудь мы всё же наладим с космическими абонентами межгалактическое общение? Об этом документальный проект «Письма из космоса». Наука утверждает, что на Земле существовала только одна разумная цивилизация, и это мы. Но тогда чем объяснить археологические находки, которые свидетельствуют, что наши предки были умнее нас? Кто населял Землю до нашей жизни? Об этом в научно-познавательном проекте «Древние гении». Вы можете не поверить, но всё больше учёных склоняются к мысли о том, что путешествия во времени не только возможны в будущем, но и предпринимались в прошлом. Доказательством этого невероятного вывода служат загадочные находки, сделанные археологами за последние полвека. Они не поддаются никакому логическому объяснению, потому что словно перепутаны во времени. Как, например, в породах возрастом в сотни миллионов лет, когда по Земле ходили только динозавры, могли оказаться следы человекоподобных существ? Или каким образом в запечатанную древнюю гробницу попал рисунок летательного аппарата, создать который не по силам даже современным учёным? «Назад в будущее» – так называется наше научно-фантастическое исследование, в котором мы попытались систематизировать все версии этих загадочных находок. Субтитры создавал DimaTorzok